Сегодня у нас в гостях директор Центра семейного воспитания Калатур Людмила Сергеевна. Здравствуйте, Людмила Сергеевна. Здравствуйте. Ну что, вот Европа показывает, что не хотят они браки создавать, рождаемость у них падает. Что у нас в Казахстане, как с этим дела? У нас очень хорошо в Казахстане. Наши казахстанские семьи испытывают большое внимание и со стороны правительства, и лично президента, и партии НОРОТАН, и вообще. Замуж выходим, рожаем. Да, особенно Южно-Казахстанская область наша, впереди планеты всей. Во всяком случае, впереди Казахстана всего. Ну вот 15 мая мы будем отмечать Международный день семьи. Вы что-то готовите? Я знаю, что вы что-то готовите. Ну, традиционно в Международный день семьи и Институт семейного воспитания в Астане, и все службы, ну, в Акимате департаменты, которые имеют отношение к семье, всегда готовят большие концерты, большие мероприятия праздничные, честуют, поздравляют семьи. И интернациональные, и молодые, и семьи, которые прожили там 20-30 и более лет, встречи организуют. Всегда очень проходит так ярко этот праздник. Он любим у нас в стране и во всем мире. Ну, в прошлом году, например, в прошлом году, и сколько, три года уже Институт семейного воспитания существует, проводили, организовывали большие ширкомасштабные акции по консультированию родительской общественности. Специально в воскресенье, чтобы всем было удобно родителям, чтобы они не были на работе заняты. И вот приходили во всех школах. Ваш канал, кстати, снимал репортажи, показывал. Что в этом году будет нового? Подробненько. Да-да-да, знаете, на месте не стоим, развиваемся, меняем, креативим. В этом году Министерство образования Республики Казахстан, партия НОРОТАН, Управление образования областные на местах, Институт семейного воспитания в Астане и Центры семейного воспитания в регионах готовят очень большую, такую широкомасштабную акцию именно для родителей. Вы знаете, для родителей, чьи дети будут сдавать в этом году ЕНТ. Ну, ЕНТ в каждом году сдают, но именно для родителей вот в этом году впервые будет такое большое внимание. Ну, не пробная, а уже прямо хорошо подготовленная акция, да. Почему для родителей? Потому что с учениками традиционно уже вот 10 лет в этом году юбилей, как ЕНТ у нас издают в Республике. И, ну, как-то вот родители тоже испытывают, кстати, очень большое давление и психологическое, и моральное, когда их дети сдают экзамен этот единый, потому что, ну, все поднимают ответственность и важность. По-моему, там вся семья испытывает стресс. Да, да, да. И бабушки, и девушки, и собаки, и кошки. Поэтому вот Институт семейного воспитания вышел с такой инициативой поддержать родителей, оказать им такое вот психолого-педагогическое сопровождение, помощь, консультации. И сам праздник 15 мая, Международный день семьи, но он попадает на четверг, ну, не всем удобно. Многие работают, нет. И поэтому специально его перенесли, само мероприятие, единое, единое республиканское родительское собрание для всех родителей по всей республике одновременно перенесли на воскресенье, чтобы было удобно прийти, чтобы все могли использовать эту возможность. Да, само собрание будет начинаться в 10 часов, с 10 до 11.40. Как это будут? В школах проводить? Да, 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 да. Вы знаете, вот, допустим, кто был с этим не связан, я думаю, что не все знают цифры, статистику. Вот вы, например, знаете, сколько выпускников будет звать ЕНТ по республике в этом году? Нет, я не знаю. Вот. Не знаю. Ну, примерно, как вы думаете, сколько? Ну, любую цифру примерно. Ой, я даже любую не смогу, честно, боюсь очень ошибиться. Да, так вот я вам скажу точно, 44 811 выпускников по Казахстану будут звать ЕНТ. Конкретно в нашем родном городе Шемкете, не в области, а в городе, 6 326 человек. 6 тысяч выпускников будут звать ЕНТ. Можете представить, сколько это родителей, мам и пап? Это целая армия, это целая армия, да. И чтобы вот действительно вот помочь. Я видела вот ролики вот в прошлом году на вот на этих участках, где вот сдают ЕНТ, там стоит не одна машина скорой помощи. Родители вот и давление скачет, и сердце прихватывает. Вот чтобы свести к минимуму вот такие как бы последствия, вот на это и направлено будет наше единое родительское собрание. Ну, хотя бы чуть-чуть нам расскажите, что будет на этом собрании, чему будете учить родителей. Да, ну, все я, конечно, не могу рассказать вам, чтобы сохранить интригу, и потом, чтобы действительно у родителей был интерес прийти и самим увидеть, услышать и поучаствовать в этом едином республиканском родительском собрании. Я просто могу вам сказать, привести такой один пример, когда ребенку или взрослому человеку, даже вы можете воспользоваться, любой человек может воспользоваться этим советом, когда покидают уверенность, или когда снижается самооценка, может с чьей-то помощью, любой человек может написать свое имя в столбик, вот, например, там, Жулдыс, и на каждую букву своего имени подобрать слово или качество, которое присуще этому человеку, или просто которое ему очень нравится, ну, например, да, же там, жизнеутверждающая, да, или там, жизнелюбивая, жизнерадостная, У, уверенная, успешная, да, Л, любимая, любимая, там, ласковая, Жулдыс, Д, да, добрая, доверчивая, ну, доверчивая как-то, да, и З, поскольку это ЕНТ, злающая, там, или заботливая, да, если там для другой ситуации, и как пользоваться, ну, все, написали мы эти слова, а как пользоваться? Вот в минуту, может быть, слабости или в минуту неуверенности можно обратиться к себе, да, например, там, Жулдыс, а почему ты там сердишься или кричишь на кого-то, если в твоем имени есть такая буква Д, и мы сказали, что ты такая добрая, может быть, все-таки, там, надо подобрее, да, остановиться вовремя и быть подобрее, или З, там, да, знающая, ну, как раз это к ЕНТ хорошо подходит, да, например, почему ты растерялась, да, почему ты не можешь решить, ответить на этот вопрос, ты же знающая, ты все, ты очень хорошо учила, ты все знаешь, соберись, у тебя обязательно получится, да, там, У, там, Жулдыс, У, уверенно, сиди уверенно, думай уверенно. Вы знаете, вот, мне кажется, вот, подобные тесты, они вот как-то, дети, наверное, их быстрее воспринимают, чем взрослые. Конечно. Да, взрослых это еще нужно в сознании. Да, во-первых, потому что, когда мы учились и сдавали, это, я вам скажу, конечно же, очень многие говорят, что сдать, пройти успешно, вот это единое национальное тестирование сложно, никто не отрицает, что это сложно, но не менее сложно, а может быть, более было сдавать нам экзамены, шесть экзаменов в школе и выпускных, и четыре экзамена в институте, совершенно другим людям, это приемная комиссия, это не твои учителя, которые тебя выпускают, которые тебе 10 лет учили, ты для них уже родной человек, да? Там еще был контакт непосредственно с педагогом. Да. Это зависит от того, любит тебя преподаватель, или любит тебя. Нет, не любит, он тебя не может любить, потому что он тебя не знает, но понравился ты ему или не понравился, первое впечатление, которое ты произвел. Понимаете, это тоже очень, ну, личностный компонент, его никто не сбрасывает со счетов. А все-таки вот наша задача вот этого собрания единого, помочь родителям в чем? Во-первых, сбалансировать отношения семьи и школы, чтобы они смотрели не друг против друга, кто больше виноват в случае, не дай бог, там, неудачного, неудачной сдачи ЕНТ, а чтобы они смотрели в одном направлении, чтобы у них была одна задача, одна цель, да? Чтобы их ребенок пришел с минимальными моральными потерями, да, прошел, показал на все, на что он способен. Конечно же, конечно, очень часто бывает, что у них дети, которые проучились 11 лет на одни пятерки, и очень обидно будет, когда им не хватает одного балла. Так вот как раз наша задача дать понять родителям и детям, что на сдаче ЕНТ жизнь не заканчивается. У меня лично был пример, когда моя, ну, нельзя говорить, что любимая ученица, ну, так скажем, одна из многих, да, ну, гордость школы, и по самому предмету, в котором она была уверена не на 100%, а на 120, она не добрала одного балла, дал тут белки. Одного балла, насколько это обидно. И я с ней тогда имела очень такой вот большой вот разговор. Ну, стресс для ребенка сильнейший, конечно. Да, и я сказала, сейчас я расстроюсь, так как мы тебя любили и любим, ну, наша любовь от этого не станет меньше, и ты не станешь от этого глупее или хуже. И она действительно подтвердила свои знания, она уехала учиться в Санкт-Петербург, девочка-казашка, закончила там два института параллельно, вернулась в свой любимый Казахстан, сама прошла тестирование в очень, ну, не буду делать рекламу, в очень такой успевающей компании иностранной, в Алма-Ате. И сейчас прекрасно у нее сложилась карьера, и она очень часто вспоминает этот случай, как она с высоты уже положения настоящих дней. Все-таки говорят, что все, что не делается, делается к лучшему, наверное, не зря говорят. Наверное, нужно было эту ступень пройти, чтобы добиться большего. Да, ну, я хочу сказать, для родителей и для детей со сдачей ЕНД жизнь не останавливается, не прекращается, поэтому надо идти максимально успокоиться, вспомнить все, чему вас учили, чему вы сами научились. И я точно знаю, что все будет хорошо. Желаю всем родителям, всем детям, чтобы ваши дети и наши дети, чтобы сдали замечательно, на максимальный балл. Все поступили именно в те вузы, в которые они хотят, закончили и были прекрасными людьми и гражданами нашей родной республики Казахстан. Спасибо, Леонид Сергеевна. Мы, в свою очередь, желаем вам успешно провести родительское собрание, такое масштабное. Наверное, первый раз такое собрание у нас проводится. Первый раз, да. Поэтому удачи в республиканской. Мы вам дарим календарик, как всегда, в газету Рабат. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Ждем все 6 326 выпускников и родителей на наших собраниях в воскресенье 18 мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова